Здравствуйте, меня зовут Муранова Екатерина, и я технолог-преподаватель компании Планет Нейлс. И сегодня мы с вами поговорим про снятие, а именно скоростное снятие наших синтетических материалов. Если вам интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Что же у нас зависит от снятия синтетического материала? Первое, это, конечно же, здоровье наших ногтей, и здесь мы поговорим о пропилах. Следующее, это носкость материала, и здесь мы поговорим уже об отслойках, которые возникают со свободного края или в центре ногтевой пластины, а также, может быть, со стороны кутикулы. И, конечно же, будущее покрытие и скорость нашего последующего покрытия. От чего же зависит здоровье ногтей при снятии? Первое, на что стоит обратить внимание, это выбор фрез. Фрез сейчас достаточно много, они бывают с разными насечками, и также они бывают сделаны из разного материала. Это мы рассмотрим с вами детально на примере. Далее, конечно же, это нажим, нажим фрезы на ногтевую пластину. Чем больше вы будете нажимать, тем больше будет вероятность пропилить ногтевую пластину. И еще один фактор, конечно же, каждый мастер должен чувствовать материал, который он снимает. При снятии особое внимание стоит уделить отслойкам и трещинам. Необходимо полностью удалять отслойки со свободного края, а также трещины. Их необходимо полностью выпиливать и закладывать армирующим материалом. От снятия еще зависит наше будущее покрытие. При снятии мы должны сразу видеть будущую архитектуру ногтевой пластины, которую необходимо будет достроить новой базой. Сколько же времени у вас должно уходить на снятие? Максимум 10 минут. Сюда мы с вами включили снятие топа, цвета, а также базового покрытия и удаления всех от слоек. Плюс сюда же я включаю еще дополнительное выравнивание фрезой. Итак, фрезы у нас бывают твердосплавные, твердосплавные с напылением и керамические. Твердосплавные фрезы, как правило, выполнены из металла. Фрезы твердосплавные с напылением имеют вот такое цветное напыление. И такие фрезы, как правило, дольше служат. И как только фреза выходит из строя, вы видите, что напыление стирается. Керамические фрезы имеют достаточно большое количество плюсов. Они дольше служат, они меньше подвергнуты нагреву, но имеют один существенный недостаток. Эти фрезы более хрупкие, их нельзя ронять. Также фрезы имеют жесткость. Жесткость, как правило, обозначается вот таким цветным колечком на стержне нашей фрезы. Итак, черная насечка – это самый крупный абразив. Как правило, этот абразив у нас подходит для снятия акрила и более жесткого материала. Именно акрила при модулировании ногтей, когда идет достаточно большая толщина. Следующая – это зеленая насечка. И она у нас просто крупная. И здесь зеленая насечка подходит для геля и полигеля, когда мы делаем моделирование. Синяя – это средний абразив. И, как правило, мы используем для снятия геля, полигеля или гель-лака, когда мы делаем укрепление. Далее, красная насечка – это мелкий абразив. И здесь мы можем использовать, когда снимаем гель-лак, также при выпиливании отслоек. И последний, самый мелкий абразив – это желтый. Вот желтый абразив я рекомендую использовать для отслоек и также для доработки поверхности. Большое внимание стоит уделить насечке. Насечка на фрезах бывает прямая, перекрестная, прямо поперечная и смешанная. Прямые насечки подходят для рыхлых и пористых материалов. Почему? Потому что такая насечка, как правило, срезает материал и не закапывается. Перекрестная насечка. Такой насечкой пользуются очень многие мастера, она является самой популярной. Но подобные насечки у нас подходят для материалов средней жесткости и средней пористости. Прямо поперечная насечка. Такая насечка подходит для очень жестких материалов, а также для резиновых материалов, в которых фреза, как правило, закапывается, либо для материалов, которые плохо просохли. Ну и последний вид насечки это смешанная насечка. Как правило, здесь у нас и перекрестные, и прямо поперечная насечка, они смешаны. Поэтому такие фрезы мы используем как универсальные. Они подходят ровным счетом для всего. А сейчас мы с вами поговорим о форме и рабочей поверхности наших фрез. У нас с вами есть цилиндр, конус и кукуруза. Я предпочитаю конус или кукурузу. Цилиндр имеет ограниченную рабочую поверхность. Цилиндром удобно снимать основную толщину, но очень неудобно работать около кутикулы и в боковых пазухах. А вот конус и кукуруза имеют рабочую поверхность по всей протяженности фрезы. И как раз таки кончиком очень удобно снимать около кутикулы и в боковых пазухах. Итак, схема снятия. Первое, с чего мы должны начать, это с длины. Далее мы с вами перемещаемся в правую боковую сторону. Затем мы снимаем зону кутикулы, левую боковую сторону и уже центровую часть. Что нельзя делать? У нас не должно быть никаких хаотичных и коротких движений. Все движения должны быть длинными. Фреза не должна зарываться в материал. Нельзя выходить за пределы покрытия. Также нельзя ставить фрезу на ребро. И, конечно же, ни в коем случае нельзя давить. Палец нужно поворачивать так, чтобы зона обработки была видна. Работаем на сглаживание. Уделяем особое внимание боковым стенкам. Материал должен быть истончен до 5%. При наличии от слоек, удаляем их полностью. Толщина на торце должна составлять не более 5%. После прохождения основной фрезой необходимо сделать выглаживание. Выглаживание можно сделать пилкой 240 грит. Или фрезой с желтой насечкой. При этом скорость фрезы должна быть не более 10 тысяч оборотов в минуту. Обязательно производим контроль. Вид сверху. Продольная арка. И поперечная арка. Не забывайте про скорость вращения фрезы. Скорость вращения фрезы зависит от ее диаметра. Если вы правильно выбрали фрезу, вязали нужную насечку и жесткость, то максимальное время снятия будет 10 минут. Если было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.